Это программа «Детали. Личный прием». Сегодня в нашей студии руководитель администрации Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Наш телефон 300-500. Звоните. Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Поступило очень много вопросов из Сосногорска и в том числе из поселков. Начнем с них. Дорога на Нижний Одесс в разбитом состоянии капитального ремонта не было много лет. Когда ситуация изменится? Это действительно так. Дорога на Нижний Одесс является частью республиканской дороги. Собственником этой дороги является Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. В 2020 году был проведен текущий ремонт, ремонт картами, участками. По объему работы на 2021 год можно будет говорить только тогда, когда будет принят бюджет Республики Коми на следующий год. Керки. Пешеходный мост вот-вот рухнет. Будет ли новый? Ну, во-первых, насчет вот-вот рухнет. Это не так. Этому мосту мы уделяем довольно-таки большое внимание. Он попадает у нас в зону весеннего половодья. Каждый год мы его разбираем, чтобы сохранить конструктив. После спада воды собираем заново необходимые участки, ремонтируем. Это что касается первой части вопроса. Что касается... То есть не рухнет? Нет, я думаю, что не рухнет. Со своей стороны мы, конечно, подготовили предложение об основании о необходимости строительства нового моста через реку Аюва. Он может решить сразу несколько проблем, в том числе, проблему транспортной доступности жителей Ухтинского и Ижимского района на участке дороги Том-Керки. И что? Когда будет? Вопрос находится... Пока неизвестно. Вопрос находится на контроле главы Республики Коми. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я Томара Никитина, Сахмарборска. Имею гараж по улице Восточной Горазной Массим. Строение 37. В этом строении у нас 39 гаражей. Никак не могу оформить землю под гаражом. Очень бы хотелось бы мне в этом помогли. И еще у меня. У нас есть в городе, много... Алло. Мы нас слушаем. Ага, хорошо. У нас в городе есть очень много мест, где можно выйти детям погулять. Но у нас на всех детских площадках и при школьных участках гуливают собак жители города. Как бы вот это у нас остановить? У нас есть правила, утвержденные муниципальным образованием. Но эти правила почему-то в нашем городе не работают. И еще вопрос. Спасибо за вопрос. У нас немного времени. Оставьте свой вопрос нашему модератору. Уже два вопроса. Давайте ответим. Да, я отвечу коротко. По поводу оформления земельного участка под гаражом. Я советую жительнице обратиться в наш комитет по управлению имуществом. Куратова-2, земельный отдел. Там подробно расскажут весь порядок действий по оформлению земельного участка. А в чем может быть трудность? Вот она говорит, уже долго не может оформить. Мне сложно сказать. Не видя документов, я не могу понять проблему этой жительницы. Там все дадут консультацию, разъяснение. Все ей дадут на Куратова-2. А по второму вопросу. Выгул собак на детских площадках. Что касается выгула собак, конечно же, такая проблема есть. Я думаю, что тут речь даже больше идет о осознанности самих жителей. Какие-то правила у вас введены? Правила благоустройства есть. Они утверждены. Правила благоустройства. Не хотелось бы применять штрафные санкции, но я думаю, что если такие сигналы будут поступать, будут зафиксированы с доказательной базой, и, естественно, мы привлечем к административной ответственности. То есть правилами все-таки запрещено выгуливать собак на детских площадках. Продолжаем наши вопросы. Из поселков. Малая пера. Алексей Прохоров сообщает, что в этом году в поселке нашествие волков за полтора месяца хищники сняли с цепей больше 20 домашних собак. Сельчане боятся выходить в вечернее время, обращения в полицию не помогают. Можно ли прислать охотников, которые бы отстрелили серых террористов? Да, знаю этот вопрос. Информацию, в свою очередь, в общество охотников и рыболовов мы представили. На что нам ответили, что охотники на территории Малой Перы имеются. Также хочу напомнить всем нашим охотникам, всем жителям, желающим заняться этим делом, что в республиканском бюджете предусмотрено вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую особь волка или медведя в 2020 году. Но есть еще и вторая сторона этого вопроса. По информации Минприроды, проблема эта сезонная. Но не все зависит, много что зависит от самих жителей. Всем известно, что волков привлекают несанкционированные свалки, которые находятся вблизи поселка. Они там есть, в Малой Пере? И в Малой Пере они есть, и мы ежегодно и постоянно их убираем, но без осознанности жителей эта работа может быть сведена к нулю. И такой еще один важный аспект. Могу пояснить, что также содержание собак на привязи провоцирует выход волков в поселок. Собак надо держать либо в вольерах, либо в закрытых сараях. Тут, соответственно, решить эту проблему можно только совместно. И с полицией, и с охотниками, и при помощи местных жителей. А если охотники там есть, то в чем тогда проблема? Почему они не выходят на отстрел волка? Ну, дело в том, что, как поясняет общество охотников и рыболовов, в данном сезоне, на данный момент, эта работа просто бесполезна. На волка невозможно выследить и отследить, пока не установится устойчивый снежный покров. Ну, то есть, в принципе, уже скоро это будет возможно, так? Да, скоро это будет возможно. Мы продолжим работу, будем передавать информацию обществу охотников и рыболовов и искать людей, умеющих и желающих нам помочь в этом вопросе. Жители Усть-Ухты спрашивают, где планируется строительство нового ФАПа в их селе. Сейчас, как они пишут, начинаются какие-то работы за старым гаражом в начале населенного пункта. Если там и будет новый ФАП, то это очень неудобно для жителей и фельдшера. Неужели нельзя построить учреждение в центре села, спрашивают телезрители. Давайте, пожалуй, разделим этот вопрос на две части. Первое, что касается земельного участка. Этот вопрос в полномочиях муниципалитета, поэтому я в курсе этого дела. Требования к земельному участку под строительство ФАПа на самом деле очень жесткие. Это площадь не меньше 2000 квадратных метров. Это возможность технического присоединения к сетям, коммуникациям и другие требования, которые специально разработаны для ФАПов. Естественно, участок такой площади в большом селе, в густонаселенном селе, его попросту нет. Поэтому с представителями ЦРБ мы выбрали участок, который находится на въезде в село Устюхта. Его площадь 2200 квадратных метров. Он соответствует всем требованиям. Находится около зоны жилой застройки. Там есть необходимые коммуникации, поэтому он был выбран. Что касается второй части вопроса, согласование с жителями. В феврале этого года мы вынесли этот вопрос по выбору участка для ФАПа на общественный совет района. В общественном совете нашего района есть уважаемая общественница именно из села Устюхты, уважаемый человек, которая как член совета тоже голосовала за этот участок. Представитель ЦРБ, именно главврач, дал ответы на все вопросы. Общественный совет утвердил местоположение будущего ФАПа, после чего мы поставили на кадастровый учет этот зимний участок. И там уже начались какие-то работы, да, как пишут телезрители? Абсолютно верно. То есть начало строительства идет? Кадастровые работы. По сути, получается, что это единственный участок, где можно было построить, так? Подходящий, да. До нас дозвонился телезритель. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У нас на Гайдаре есть автобусная остановка. Это недалеко от конечной остановки Герцена. И она не действует. Желательно бы, чтобы она опять стала действующей. И конечную можно перенести на Дзержинской перекресток, на Пионерской. Понятно. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Мы, конечно же, рассмотрим все предложения. Но, честно говоря, я первый раз слышу жалобы жителей на то, что их не устраивает конечная остановка. И могу только пояснить, что изменение маршрута автобуса – это довольно-таки непростая работа. От этого зависит и тариф на перевозки, и многие-многие другие вещи. Насчет остановки по улице Гайдара, к сожалению, я сейчас так вот не могу понять, о какой остановке идет речь. Приеду в Сосногорск, рассмотрим вопрос. Нужно посмотреть на месте. Да, нужно посмотреть на месте. Вопрос из группы Юргана ВКонтакте. Елена Гукова из поселка Вайвош пишет, что очистные сооружения работают не в полную силу. Телезрительница утверждает, что происходит только механическая очистка, биологического обеззараживания нет. Тем временем предприятие «Вода-сервис» предъявляет тариф по водоотведению как при стопроцентной очистке. Как можно изменить ситуацию? Вообще, что тут? Какие-то планы есть в этом направлении? Да, давайте начнем с очистных сооружений. Да, действительно, они там есть, очистные сооружения. Прием сточных вод ведется к круглосуточном режиме. Конечно же, они требуют модернизации, эти очистные сооружения. Но и по информации ресурсоснабжающей организации, работа там проведена немалой. Например, только в этом году там были отремонтированы первичные и вторичные отстойники, были отремонтированы трапы, установлен модульный блок для операторов очистных сооружений. То есть работа ведется. Предстоит, конечно, еще большая бумажная работа по включению в инвестиционную программу Республики Коми на 2021-2022 год именно мероприятий по биологической очистке. Что касается тарифа и включения... Которой там нет все-таки сейчас, да? Биологической очистки там нет. Но, что касается тарифа, и в тариф по Вайвожу не включена биологическая очистка. Понятно. Жители за это не платят. Тариф уже без биологической очистки. Без биологической очистки. Мы получили ответ нашего тарифного комитета. Людмила Васильева от жителей поселка Ирайоль просит вашего содействия в вопросе закупки дров. Потребительский и торгово-снабженческий кооператив Печоры согласен обеспечивать дровами, но для этого необходимо утвердить тариф. Знаю этот вопрос, но я думаю, что на данный момент он потерял свою актуальность. Предприниматель обратился в наше управление жилищно-коммунального хозяйства за помощью. Помощь ему уже оказана, и документы уже направлены в тарифный комитет. Когда уже смогут жители воспользоваться этой услугой? После утверждения тарифа. Я думаю, что не ранее следующего года. В 2021 году? Да. А может быть дрова уже сейчас нужны? Дрова на сезон, я надеюсь, что все уже жители заготовили. Это программа «Детали. Личные приемы». Отвечаем на вопросы жителей Сосногорского района. Звоните нам. Снова Ираэль. Давно муссируется тема газификации поселка. Есть ли точные сроки газификации? Тема обширная. Попробую ответить коротко и понятно. Строительство газопровода до поселка – задача ПАО «Газпром». Строительство газопровода внутри поселка – это задача муниципалитета. А проведение газа, газопровода в дома – это обязанность собственников жилья и будущих потребителей. Если начать с конца эту цепочку, могу сказать, что стоимость оборудования, выполнение технических условий, подключение домов обходится в сумму примерно 150-200 тысяч рублей. С каждого абонента. Поэтому, прежде чем подать заявку в региональную программу газификации, мы проводим первичный сбор данных о абонентах, желающих на возмездной основе подключить свои дома к газу. Когда мы их проанализируем, мы примем решение о подаче заявки, либо не о подаче заявки в программу газификации региональную. У нас новый звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. – Алло. – Да, мы вас слушаем. – Здравствуйте. Беспокоит вас поселок Вайвош, интересует вопрос по автодороге Вайвош-Троицко-Печорск. Ну, давайте будем в Вайвош-Ухта. – Понятен вопрос? – Вопрос, в принципе, понятен. – Что с дорогой? – Речь идет о тех кусках, недостроенных участках, которые примерно два года назад начали ремонтировать. Могу сказать, что тоже это не наша муниципальная дорога. – То есть республиканская, да? – Да, да. – Она проходит по территории и Ухтинского, и Сосногорского районов, связывает Сосногорский и Ухтинский районы, строит с Копечорским районом. – Планов, в планах на 2021 год, насколько мне известно, строительства, продолжения строительства дороги нет. – Ну, какие-то… – Более подробно могу уточнить. – Есть перспективы вообще? – В Минстрое, только они могут мне ответить о планах по завершению реконструкции капитального ремонта этой дороги. – Большой там участок? – Ориентировочно 13 километров и 7 километров, если не ошибаюсь, два осталось участка. – Пока неизвестно такой ответ. – Неизвестно, пока неизвестно. – Сергей Васильевич, знаете ли вы, спрашивает наш телезритель, какая ужасная дорога от Сосногорска в поселок Поляна. Она вся в ямах, и ямочным ремонтом эту проблему не решить. – Что планируется в этом направлении? – Знаю, более того, знаю каждую яму на этом участке. Естественно, я согласен, что ямочным ремонтом эту проблему не решить. Эта дорога была передана нам из республики в муниципальную собственность в конце 2019 года. Мы со своей стороны, по моему поручению, управление ЖКХ просчитало смету на капитальный ремонт этого участка. Ориентировочная стоимость составляет 22 миллиона рублей. Естественно, для муниципалитета это непосильная ноша. Мы обратились с ходатайством в республику, но, к сожалению, получили отказ. Но проблему решать надо, поэтому в следующем году своими силами будем начинать восстанавливать самые проблемные участки. – Перейдем к вопросам из самого Стасногорска. По городу бегает много бездумных собак, собираются в своры и пугают жителей. Почти все они чипированы, но агрессии от этого не меньше. Когда решится проблема? Как вообще, есть ли возможность ее решать? – Давайте начнем по порядку. У нас в прошлом году вступил в действие закон об ответственном обращении животных. Так теперь собак отлавливают, стерилизуют и выпускают на прежнее место обитания. Что касается работы муниципалитета, в этом году мы уже реализовали 5 контрактов на отлов собак. Один у нас сейчас действующий. Отловлено 123 особи, 94 отпущено на прежнее место обитания. – А приюта нет у вас, да? – Приюта у нас нет. Ни муниципального, ни частого, ни какой-либо другой формы. – Не планируете в этом направлении работать? – Денег в местном бюджете на организацию муниципального приюта у нас нет, к сожалению. Но работу в этом направлении мы ведем. Хочу заметить, что здесь многое зависит и от жителей, от самих сосногорцев. Я хочу напомнить, что, во-первых, прежде чем брать собаку, нужно хорошенько подумать. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя прикармливать бездомных собак. От этого они сбиваются в стаи и становятся еще более агрессивными. – У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. – Добрый вечер. Меня зовут Тамара. Я из поселка Нижний Одесс. У меня от имени всех жителей поселка вот такой вопрос. У нас есть кладбище, которое у нас не ограждено и нет официальных бачков для мусора. То есть люди приходят, убирают на могилках, а мусор выбрасывается просто в кучи. Обращались неоднократно и в прокуратуру, и в администрацию, но положительного результата нет. Как по настоящее время нет ни бачков, ни ограждения. – Понятно. Спасибо за вопрос. – Да, но это исключительно полномочия администрации городского поселения Нижний Одесс. Я думаю, именно туда как раз-таки жительница и обращалась. Выясню, в чем проблема. Попробуем в этом деле помочь. – Светлана Портнягина спрашивает, когда появится пешеходный переход через железнодорожные пути в город. В настоящий момент все ходят через несанкционированный переход, который разрушается, что может привести к беде. – Хочу обратить внимание, что железнодорожные пути и прилегающая к ним территория – это ответственность ООО РЖД. Только они решают, где можно оборудовать безопасный пешеходный переход. И занимаются этой работой в соответствии со всеми нормами и правилами. Что касается полномочий муниципалитета, то это содержание подходов к этим путям. – Ну как-то пытались, может быть, решить вопрос. – Так вот, ходатайство в адрес ООО РЖД мы направили с просьбой оборудовать там безопасный пешеходный переход. Со своей стороны у нас контракт заключен на благоустройство. В рамках контракта на благоустройство подход ремонтируется ежегодно. На весну этого года, могу сказать, что запланировано очередное обследование и ремонт лестницы. И планируем там также установить в этом месте дополнительный стол посвящения. – Ну а по поводу пешеходного перехода, какой ответ? – Ждем ответа ООО РЖД, пока ответ не получили. – Открыли новый вокзал, а тротуар от остановки к вокзалу не предусмотрели. – Люди по грязи, с сумками идут к поезду. Будет ли сделана дорожка? – Ну, начну кратко. Будет. Да, действительно, у нас вокзал открыт, стройка в конце августа закончилась. Вот до окончания сезона, теплого времени года, скажем так, мы успели установить линию дополнительного освещения как раз на участке от ЖД вокзала, Удлица вокзальная, до путепровода. В 2021 году мы планируем там оборудовать тротуар. А вообще у нас в планах, немножко открою занавес, небольшой секрет, мы планируем не кусками обустраивать этот тротуар, а планируем сделать большой тротуар, начиная от улицы Оплеснина, через привокзальную площадь и до пересечения с улицей 65 лет Победы. Деньги нужны немалые. Тротуар большой, справочный, он где-то ориентировочно 550 метров. Ориентировочная смета составляет 6 миллионов рублей. Обращаемся за дополнительными субсидиями в республику. Хотим делать не кусками. Начнем в 2021. Вот та часть, которую мы сделали дополнительное освещение, заасфальтируем в 2021 году. Конечно же, если нам позволят финансы. Это вот как раз та дорожка, по которой ходят жители 5-го и 6-го микрорайона, да, к вокзалу? Да, абсолютно верно. У нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, это беспокой, деревня Винла. В прошлом году в программе «Детали» Сергей Дегтяренко обещал, что колонки в деревне Винла по водоснабжению будут отремонтированы. В колонках вода признана, в двух колонках технической, не питьевой, а в третью колонку вода не поступает. И вот в 2020 году он обещал, что будут колонки отремонтированы. В итоге у нас колонки вообще не отремонтированы, не сделаны. Спасибо. Разберусь с этим вопросом. Вообще-то мы ежегодно производим ремонт колонок, и не только в Винле, и в других населенных пунктах нашего района. Насчет воды, да, мы прекрасно знаем, что вода... Должны были отремонтировать или нет? Должны были. Должны были. Когда будет, значит, ремонт детского сада «Тополек», который закрылся на этот самый ремонт еще в 2015 году? Немножко вас поправлю, Ольга. Закрылся он в 2016 году, и основанием этого послужило заключение экспертизы Бюро товарных экспертиз при ТПР Республики Коми. В декабре буквально прошлого года мы провели повторную экспертизу. Заключение таково. Данное здание, данный объект признан непригодным для организации там детского сада. Поэтому, соответственно, и капитальный ремонт этого здания нецелесообразен и проводиться не будет. Что теперь там будет или ничего не будет? Что со зданием? Пока ничего. Будем пробовать предлагать это здание на выкуп, на приватизацию. В Сосногорске нет нормального досуга для молодежи. Обещали 3D кинотеатр, но по-прежнему все сосногорские идут в кино в Ухту. Вопрос от Алексея уточняется, что ему 18 лет. Ну, наверное, отвечу коротко. 3D кинотеатра в Сосногорске не планируется. Если пояснить причины, могу озвучить несколько цифр. Вот наш, например, отдел культуры просчитал рентабельность организации 3D кинотеатра. Буквально коротко скажу. Ну, помимо того, что нужно необходимое оборудование закупить, да, и обустроить помещение в соответствии со всеми нормами пожарной безопасности, нужно еще и заключить договор с прокатчиками фильмов. Прокат фильмов стоит от 50 до 200 тысяч рублей. И, во-первых, кинотеатру нужно возместить собственные затраты, а во-вторых, 50% кассового сбора перечисляется видеопрокатчику. Помимо этого, надо оплатить авторские права за публичный показ. И помимо этого, нужно еще и обустроить автоматизированную кассу, которая стоит порядка 400 рублей. Понятное дело, что в местном бюджете таких денег нет. Мы, в свою очередь, предлагали бизнес-сообществу идею организации 3D кинотеатра у нас. Но, понятное дело, что бизнесмены отказались, прекрасно понимая, что проходимость отделительного зала не позволит ему окупиться. Ну что ж, жители, наверное, не обрадовались сейчас. Давайте кратко о том, что будет благоустроено в районе в следующем году. У нас одна минутка. Речь ведет, наверное, о программе формирования комфортной городской среды. Ну и в том числе по этой программе. Да, мы в планах у нас общественная территория. Это территория за ДДТ. Там будет скверик, там будет центральная дорожка, будут эко-дорожки, освещение, урны, скамейки, детские игровые и спортивные комплексы. Также у нас будет в сквере памяти жертв политических репрессий приведена территория в порядок. Будет полностью заменен детский игровой комплекс на новый. Будет там также обустроено, установлено освещение, которого там сейчас нет. Будем работать в этом направлении. А елка будет? Елки обязательно будут, как и прежде. Они будут во всех частях города, и в Сосновке, и в сквере жидорожников, и в ЖД-части. Сергей Васильевич, спасибо за участие в программе. Все вопросы, в том числе и на те, что мы не успели ответить, мы передаем вам и ждем ответы на сайте администрации в течение недели. Хорошо. Следующий личный прием на нашем телеканале проведет руководитель Ижимского района Игорь Норкин. Присылайте вопросы в общественную приемную главы КОМИ и в группу Юргана ВКонтакте. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова